Где мы находимся? Мы находимся в том самом месте, где ваши баллоны диагностируете. По одной простой причине лучше баллон проверить, чтобы не было вот этого самого взрыва. Где это проверяется? Это единственное место в Челябинской области. Располагается оно в Магнитогорске, улица Комсомольская, 136. Приезжайте, тестируйте ваше оборудование и дальше зарабатывайте, потому что без теста происходят те самые взрывы. Вы захотели экономить? Правильное решение. Большая часть наших трат и это бензин. Лучший вариант ставить газ на машину, дешевле метан. К слову, метан ставится и на дизельные двигатели, причем мощность их возрастает. Газ, конечно, хорош. Но вот баллоны какие, а? То есть и у них есть сроки использования. Ну хорошо, вы экономите, это замечательно, особенно зная нашу цену на бензин и солярку. Но то, что сверху или в багажнике, вот к нему надо относиться с большим вниманием. К слову, где вы эти метановые баллоны проверите? Вопрос интересен. Раньше нигде, сегодня здесь, в Магнитогорске. Вот так он теперь появился. Единственный в Челябинской области комплекс по обслуживанию баллонов для кислорода и метана. К слову, метан дешевле, и вы хотите ездить, но давайте проверим ваш газ, а точнее баллоны. То есть это баллоны большие и работают под большим давлением. К слову, газовщиков сейчас пруд-прудим. Кто ставит баллоны проверенные? Кто? А вы что хотите? Ставим газ и радуемся? Найдите только грамотного установщика. А потом радуемся. К слову, спасибо Ютьюбу. Хотя, поверьте, бензиновых сгорающих машин там в разы больше. Но поискать пришлось. И вот что бывает, когда газовые баллоны приходят в негодность. То есть бензин вытекает, и все сгорает. Все, все, все. С газом все поинтереснее. Газ взрывается, господа. И это и есть метан. Поэтому лучше его проверить. Проверить у нас в Магнитогорске. На единственной станции, где это сделать можно. Газ – это лучшее событие, правильно? Все верно. Лучшее событие для газа – это все-таки метановое оборудование, правильно? Оно дешевле стоит. И то же самое. Вы можете ездить. Логично? Все верно. Теперь вопрос возникает. Я вижу за вашей спиной… Ну, в данном случае мы говорим про кислород, естественно. Но, тем не менее, мы сейчас только посмотрели устройство для диагностирования метана. Есть ли у нас вообще где-то в России, это такая штука? В России может быть, а в Челябинской области куда можно ехать, чтобы этот метан продиагностировать? Ну, в настоящее время в Челябинской области мы единственные, у которых, компании, у которых есть данное оборудование по свидетельству. Подождите, мы говорим, что вы единственное предприятие в Челябинской области, находящееся в Магнитогорске, так? Все верно, абсолютно. То есть, я что-то не понимаю, а почему народ сюда не едет? Вот у меня возникает вопрос. Я же вижу количество этих машин, которые на метане ездят. Ну, в настоящее время в городе довольно-таки сложная ситуация. Именно с вопросом того, что как заставить людей явиться сюда, свидетельствовать, провести диагностику баллона. На сегодняшний день это вменено заправочным станциям АГНКС, автомобильным газонаполнительным станциям, которые при заправке данного автомобиля должны попросить у владельца паспорт, где будет четко прописана дата свидетельствования, дата следующего свидетельствования, кем оно выдавалось, клеймо. И все это дело сравнить, посмотреть и после этого только приступить к заправке. Ну, все-таки определимся. Если газовый баллон, как он взрывается? Кошмар! Я вот показал уже, как они взрываются. Просто в интернете есть такие, бесплатные, естественно. Показывает, как взрывается бинтан. Это не очень хорошо, логично. Ну да, там последствия довольно серьезные, все-таки 150 атмосфер. То есть он его взрывает просто по самые кривые помидоры? Ну да, прямиком с жертвами и без восстановления транспортного средства. То есть мы будем говорить, ребятки, все-таки если у вас газовое оборудование, давайте все-таки понимать. Даже если бензиновое оборудование, то же самое, надо всегда смотреть. Потому что это еще далеко. Ну, кроме того, что электромобили так же взрываются иногда. То есть это элемент топливной системы. Но топливная система иногда, допустим, если бензин просто сливается, да, и так же все может сгореть. А метан, это немножко все-таки по-другому. Ну, конечно. Основной же причиной данного освидетельства баллона в том, что газ вызывает коррозию металла. И вследствие этого завод-изготовитель баллона устанавливает срок службы 40 лет. И устанавливает периодичность, в зависимости от металла, периодичность освидетельствования баллона. Ну, практически вот всеми баллонами, которые сегодня были представлены, это 5 лет. То есть, когда вы покупаете баллон, в паспорте написано, если вы купили его в 2019, он 2019 года изготовления, то следующее освидетельствование вы должны проходить в 2024 году. И так с периодичностью в 5 лет. Но не более чем на срок его годности. Как делают те, кто работает за копейку? Слили, уехали, и вот вам копеечный материал. Профессионалы делают по-другому. К слову о том, что только здесь проверяют баллоны. Есть в городе штамповки, уровня никакого. Ну, вы же сами знаете. Типа на вашем баллоне, и он практически из магазина. Типа он еще и красивый, красный. Ну, давайте проверим. Баллоны все, по сути, крашеные. Отвезли, отмыли, покрасили, воткнули циферки с другой маркировкой. И вы ненаглядно пользуетесь баллоном, срок годности которого истек. Круто, а то. А потом те самые взрывы. Господа мои, вы не товарищи. В товарищах все было как надо. Господа, вас дурят, а вы ведетесь. Зачем? Вот сюда отвезите весь газобаллон на проверку. Да, здесь все проверят. А как? Вот как. Отворачивают. И главное, после слива крепеж. И он, кстати, тоже ломается. Затем проверяют всю внутреннюю составляющую камерой. Есть здесь такая. То есть, а вы не знали. Так вот, металл это такой материал, который пластичен, но он может по сути сгнить. Снаружи все красиво. А что внутри? Здесь первоначально внутренние части и проверяются. Окей, типа хорошо. Теперь надо проверить на утечку. В любое газобаллоновое оборудование вливаем воду. Поднимаем давление выше, чем там кислород и метан. И ждем, чтобы ни капельки. Капелька будет и все. Баллон на выброс. То есть, металлолом. Нет? Хорошо. Проверяем шариками. Внедряем, крутим. А дальше? А дальше воздух. Вот как. Молекулы воздуха меньше воды. И как проверить, то? Так же накачиваем. И в воде проверяем. Тут торопиться не надо. А то вы видели результат. После этого, я не рассказал. Любой баллон проверяется. Я не буду говорить как. Но есть такие штуки. А то все расскажи, и чудаки это захотят переделать. На проверенный баллон наносится маркировка. И в путь. Кстати, весь путь баллонов начинается здесь же. Накачивают, заправляют. И вы полностью, полностью забыли про ваш газ. После посещения Оной, радости вашей не будет видать конца. В любом случае, любые баллоны вы сразу же проверяете. Другого варианта нет? Ну, мы не заправляем баллоны с истекшим сроком годности. Вот это правильно. А если вы хотите, вы можете продлить. Да, это ваше желание. А вы это можете сделать? Абсолютно верно. То есть, без кислорода, по-моему, резки не получается? Даже сварки, по-моему, даже даже не получается. Логично? Все верно. А вы это все делаете? Абсолютно. Замечательно. Я считаю, что то, чем занимается ваша контора, меня лично просто радует. Ну, также хотел бы сказать еще, помимо кислорода, наша организация имеет клеймо Ростехнадзора на такие баллоны, как углекислота, аргон, ацетилен. Да, все сжат. То есть, будем говорить, что все, что сжимается, вы опробуете и проверяете? Да, абсолютно верно. Вся информация есть на сайте Ростехнадзора по нашему климу. Там ее можно ознакомиться, да? Там все написано. В том числе и метановые баллоны от 4, по-моему, до 200 литров у нас. Мы можем делать любые, хоть металлокомпозитные, хоть металлические баллоны. Вот это и есть работа. Работа не только на Магнитогорск. У нас тут до Казахстана 100, до Оренбурга 100, до Кургана 200, и уж не говорим об Ашкирии, до нее менее двух километров. Вот куда ехать, то вам надо. Это предприятие будущего, вашего будущего, лучшего будущего. И это даже не левый берег, и это даже не комбинат. Выезды прямые. К слову, вы видели машины, так вот приедьте, заключите договор, и весь газ вам привезут, где он вам будет необходим. Просто заехали, и все. А дальше отправляйте денежки, и в случае с доставкой газа, его и получаете. Теперь метан. Вариант прост. Поверьте, бензиновые или дизельные двигатели могут, и это хорошо, работать на газу. Но пусть немного поработают на топливе, пока ваше газовое оборудование проверяют. А потом, с удовольствием, вы и катаетесь, экономя топливо, во как я говорю. Все стало ясно? Если нет, и вы не увидели в эфире, то это есть на моей страничке в YouTube. Так что заходите в гости на мой огонек. И где мы? Доехать сюда достаточно просто. Если вы едете с юга, супермаркет западный, не сильно большой, естественно, и направо. Если вы едете с севера, с вокзала, то тоже недалече. То есть перед нами поселок Западный. Западный один. Прямо посередине заезжаем сюда. В принципе, вам сюда можно не заезжать. По одной простой причине. Если вы договорились, то баллоны к вам привезут туда, где вам это необходимо. Есть такая служба доставки. То есть здесь предприятие заточенное под газовое оборудование. К счастью, такое случается, что мы экономим денежки, используя газовое оборудование. И это, когда мы говорим про метан и пропан. Но мы экономим денежки, используем кислород. Потому что кислород позволяет нам и резать, и сваривать. Очень хорошая тема. Кроме всего прочего, здесь все ваши газовые котлы, ну, в смысле, где вы газ храните, диагностируются. Это единственное место в Челябинской области. Господа мои, давайте все-таки избежим вот этих нехороших вещей. Когда мы будем сюда приезжать, здесь нам все это дело будут диагностировать. И после этого мы, и вы, и все остальные люди, мы будем зарабатывать деньги, потому что, извините, пропан и метан, он тех денег не стоит. Вы будете зарабатывать деньги, потому что вы этот пропан и метан продаете. Ну, а остальные люди будут покупать и кислород, и все остальные газобаллонные смеси.